Сложно давать комментарии к этому сюжету. То, что наше общество больно, откровением, увы, уже не является. Радует одно, у нас в Подольском районе гораздо чаще можно встретить примеры совсем обратные. Забота о подрастающем поколении – вот главная отличительная черта районных школ. В двух из них нам довелось побывать на прошлой неделе. Чем славится поселок Дубровицы? Великолепной природой? Уникальным храмом знамения? Знаменитым институтом животноводства? Да, но тот, кто хоть раз побывал в Дубровицкой школе, обязательно вспомнит и о ней, как об одной из достопримечательностей поселка. В стенах школы царит красота и гармония. Именно с восприятия красоты начинается здесь процесс воспитания маленьких граждан. Плюс душевное тепло и заботливое отношение к ученикам-педагогов. Все это делает атмосферу в школе по-домашнему уютной. Суперская школа самая лучшая. Это мой второй дом. Лучше даже, чем дом. Любовь к школе – это начало любви к своей малой родине. Сами ученики принимают участие в создании двух музеев – Боевой славы и Краеведческого. Кстати, именно из музейных материалов можно узнать, что первая школа на Дубровицкой земле была основана князем Голицыным 110 лет назад. У нынешней Дубровицкой школы тоже юбилей – 35 лет, 15 из которых школу возглавляет Наталья Ивановна Пропалова. Наша главная цель, как мы считаем, это создание такой школы, чтобы она помогла ребенку найти себя в жизни. Чтобы это была школа красоты и гармонии, школа развивающего разноуровневого обучения. И чтобы отношение к ребенку было такое, чтобы он мог понять, что каждый человек в школе относится к нему с добром, пониманием и очень чутко бережет его собственный характер и его собственное мнение. Вот на основе этой доброты, чуткого отношения к детям, мы строим всю свою работу. В день юбилея за праздничным столом собрались учителя, ветераны, представители администрации и многочисленные друзья Дубровицкой школы, среди которых работники культуры и ЖКХ, труженики сельского хозяйства и ученые. Много добрых слов звучало в адрес школы, в адрес любимых учителей. А сами педагоги совместно с учениками устроили для гостей яркое театрализованное представление, в котором нашлось место всему и классическим бальным танцам, и шумному цыганскому табору, и любимым песням с новыми словами. Конечно же, о школе.